Да. Итак, всем привет. Меня зовут Владислав Духин. И, как вы поняли, в составке сегодня мы поговорим с вами о метапрограммировании, в частности, в JavaScript. Но мы, в принципе, конечно же, обсудим с вами теоретические основы. И если так вот посмотреть, о чем сегодня будет речь, мы с вами затронем проблемы, которые есть в программной инженерии, которые решают тяжело, которым подступиться тяжело. Мы посмотрим на решения для этих проблем. В частности, перейдем к тому, что метапрограммирование во всех этих проблемах может нам помочь. Рассмотрим некоторые теоретические базисы, определенную лексику, которая стоит за метапрограммированием. Посмотрим на преимущества метапрограммирования, его недостатки. Посмотрим некоторые примеры кода на JavaScript. И под конец, если у нас останется время, то буду рад ответить на ваши вопросы. Но так как сегодняшняя тема достаточно такая обширная, то давайте, если у вас есть какие-то вопросы, то прямо во время звонка прерывайте меня и можете задавать. Но если это что-то более большое вы чувствуете, то тогда лучше вынесем это на конец вместе с какими-то практическими юзкейсами. Итак, в программировании существует ряд таких комплексных вещей, которые я для себя выделил, для которых нам достаточно тяжело можно представить себе работу системы. И, соответственно, мы не можем себе представить, как эту систему нам задевелопить. Одним из таких является, вот первая картинка, это специфический домен, то есть какая-то область, бизнес, который очень-очень стремительно меняется. Соответственно, от нас требует, чтобы программное обеспечение также динамично обновлялось вслед за этим всем. И в таких системах архитектура решает все. Если вам тяжело будет поддерживать такую систему, то, соответственно, вы будете не успевать. Весь код проекта превратится в один момент в абсолютно неподдерживаемый. Вам придется либо начинать сначала, либо привлекать каких-то огромных специалистов. И, конечно же, каждый архитектор или вообще любой член команды хочет, чтобы мы с самого старта проекта смогли построить такую архитектуру, которая бы позволила нам достаточно просто и легко расширять наш бизнес, дополнять его новым функционалом или менять существующий. И тут мы приходим ко второму пункту, который более конкретно. Это если поддерживаемость проекта является самым важным требованием, или же мы работаем над проектом, который мы понимаем, что будем потом поддерживать самостоятельно. То есть он будет расширяться, будут новые требования и так далее. В таких случаях тоже от архитектуры будет зависеть очень многое. И, соответственно, чем лучше мы продумываем все с самого старта, тем лучше. Более практичным, наверное, примером для метапрограммирования будут апдейты в рантайме. То есть мы либо получили требования, либо сами так захотели, чтобы наше программное обеспечение можно было обновлять без физической остановки. То есть, к примеру, у нас есть там какой-то API, серверы, что угодно. И мы хотим выкатывать обновления для этой системы так, чтобы физически сервис не останавливался. Соответственно, сейчас посмотрим, как это все опять-таки можно будет решить. Как идеал мы хотим стремиться к универсальности, чтобы наши программы были абстрактными, надежными, возможно, самоизменяющимися. Либо же вообще имели какие-то встроенные инструменты, которые бы позволяли описать, что мы хотим от программы. И она бы за нас либо догенерировала какую-то логику, либо же автоматизировала нашу рутину. То есть, к примеру, мы понимаем, что генерация каких-то страниц сайта является типичной сдачей. И мы бы, как программисты, хотели бы, чтобы мы там написали какой-то скрипт, в котором мы просто описали, что там, ну, здесь будет там заголовок, там еще что-то, еще что-то. И уже вся страница за нас сгенерировалась по какому-то шаблону. И последним, наверное, но не менее важным пунктом является проблема, когда мы хотим интегрировать множество систем между собой. К примеру, бывают такие проекты, когда разработка частей проекта ведется разными командами. Эти команды по каким-то причинам мало взаимодействуют между собой. И, соответственно, когда приходит время интегрировать системы вместе, получается такая ситуация, что оказывается, модули между собой несовместимы. И их API не совпадает, интерфейсы. И, соответственно, зачастую даже бывает такое, что проще переписать все заново, чем пытаться совмещать систему между собой. И вот в абсолютно всех этих ситуациях, на самом деле, можно найти множество подходов для решения, но одним из интересных будет применение техник метапрограммирования. Вот, как говорит Википедия, это те самые техники, при которых компьютерная программа имеет способность понимать другие программы как информацию. То есть она может их читать, генерировать другие программы, анализировать или делать трансформацию. И, как зачастую в разных блогах пишут, то метапрограммирование еще ассоциируется с тем, что программа может менять саму себя во время ее исполнения. Мне не сильно, конечно, нравится вот эта формулировка, которая написана в Википедии. Почему? Ну, во-первых, если так задуматься, то можно подумать, что метапрограммирование — это какой-то искусственный интеллект или робот, вообще какая-то магическая вещь. Я там скажу что-то, и за меня все напишется. Это не так. Все равно нам, как программистам, нужно будет программировать. Метапрограммировать достаточно много, даже, скорее, больше, чем если бы мы писали императивно. Но нужно понимать, что те вещи, о которых мы будем сегодня говорить, и, в принципе, то, что есть в метапрограммировании, — это не об искусственном интеллекте. Это не о каких-то сложных математических алгоритмах. Это достаточно простые вещи и правила, которые позволяют нам абстрагировать наш код и сделать его более расширяемым и понятным. Интересная вещь, то, что корни метапрограммирования, на самом деле, можно просмотреть еще с тех времен, когда наши компьютеры перешли на архитектуру фон Неймана. И тем самым утвердилось то, что информация и инструкции, инструкции программ, хранятся в одной и той же самой памяти. Соответственно, как такая базиска всего метапрограммирования, это как раз эта идеология, то, что программа и те данные, которые эта программа обрабатывает в метапрограммировании, для нас являются чем-то очень схожим. То есть практически одним и тем же. И поэтому давайте для нас самих мы сформулируем метапрограммирование еще более обширно и представим это как техники и парадигмы программирования, которые предполагают программные изменения структуры и поведения программы. Причем это может быть и рантайм, и дизайн тайм, и компайл тайм. Собственно, если говорить о дизайн тайме, мы пишем с вами код в каких-нибудь IDE, мы используем какие-то плагины. И, соответственно, может, в IDE вы пишете какую-то строчку кода, которая расширяется потом в что-то более широкое. То есть появляется кода-генерация, и, в принципе, это в каком-то смысле тоже можно рассматривать как метапрограммирование. Очень частым способом является метапрограммирование на уровне компиляции. Какие-нибудь языки вроде C, C++, когда вы можете создать макросы. И во время компиляции эти макросы раскрываются, код, который вы там описали, подставляются. Это могут быть, кстати, те же шаблоны, это могут быть дженерики. И, собственно, во время компиляции тот код, который вы сокращали и писали, будет автоматически расширяться и подставляться. И то, что более применимо для JavaScript, это метапрограммирование на уровне рантайма. Собственно, JIT, just-in-time, да. То есть во время вызова функции она меняет свое поведение. Либо же может быть лейзи изменения. К примеру, есть какой-то таймер или интервал, через который функция меняет свое поведение или целый класс или объект. Это могут быть какие-то изменения, которые мы подтянули из каких-то других систем. Ну, к примеру, мы обратились на какой-то backend или какой-то сервис в нашей системе. Тот сервис отдал нам какую-то информацию. Мы ее рассмотрели, поняли и сделали изменения в нашей системе, которые повлияли на ее функциональность. Либо же мы от таких же систем получили нотификацию о том, что что-то обновилось, и мы приняли решение, что логика должна поменяться. Как вообще могут эти изменения в нашем коде, в нашей программе появляться? На уровне парсинга или трансляции синтаксиса структур может что-то произойти. К примеру, если рассмотреть TypeScript, там, кто видел, смотрел, это фактически тот же JavaScript, но с большим количеством различных структур данных, с типизацией. Но когда вы компилируете TypeScript, он превращается в обычный JavaScript. То есть происходит трансляция с одного языка на другой. Что, в принципе, можно назвать метапрограммированием, так как TypeScript на своем собственном уровне абстракции делает все нужные проверки. И потом, когда убеждается, что с вашим проектом все хорошо и так далее, то он генерирует нужный вам JavaScript код, который уже будет исполняться. Метапрограммирование может проходить на уровне доступа к объектам или функциям по их идентификаторам. Это может быть какое-то проксирование. То есть мы можем стать как своеобразными наблюдателями за системой. Мы чуть позже посмотрим на это. Будем перехватывать какие-то события в системе. Мы сможем расширять логику, допустим, стать миксином, обернуть класс в другой класс и, соответственно, сделать класс для валидации. Перед тем, как вызывать методы своего подкласса, мы будем проводить какую-то валидацию. Мы можем вообще пойти еще дальше, мы это тоже посмотрим, и делать полную интроспекцию системы. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Мы можем разработать свой domain-specific language DSL. То есть, к примеру, для каких-то очень больших проектов, которые планируются на длительное время, команда может принять решение, что общение между системами будет происходить по определенному протоколу. Либо же в системе будут описываться те же тесты или какие-то определенные вещи, даже бизнес-логика на определенном языке, который мы сами разработали. И для этого языка мы написали либо какой-то парсер, как интерпретатор. И во время исполнения мы получаем команды, как строки, распаршиваем их и генерируем код, либо меняем нашу логику поведения. Мы об этом тоже сейчас поговорим на примерах и посмотрим, как это делается. Кстати, метапрограммирование, в принципе, может происходить и на уровне конфигурации. То есть, если говорить о простой конфигурации, вроде мы выбрали, на каком порту будет раниться сервер, это, конечно, не совсем то. Но, к примеру, если мы говорим о каких-то более сложных конструкционных скриптах, где могут, к примеру, чего я на самом деле не очень советую, появляться функции, то вот тогда уже можно считать, что конфигурация повлияла на поведение нашей программы. Потому что с новой конфигурацией и теми функциями, которые оттуда пришли, работа системы поменялась. Ну и, как довольно-таки важная вещь для метапрограммирования, это наличие в языке возможностей объектов первого класса. То есть, если мы сейчас углубимся в терминологию, то формулировка объекта первого класса — это какая-то сущность, которая поддерживает ее передачу в виде аргумента. То есть, мы создали функцию, и туда можем эту сущность передать как аргумент. Либо же мы можем возвращать эту сущность из функции, ее можем модифицировать, либо присоединять к переменной. И если посмотреть, то JavaScript на самом деле очень хорошо подходит под это описание. Потому что, в принципе, все, что из типов есть в JavaScript, на всем этим можно применить эти процедуры. Вот, как примерно первой картинке слева, мы видим композицию, то есть функция, которая принимает другие функции. И возвращает нам из себя же функцию, которая будет вызывать переданные функции одна за другой, и результат из одной передавать дальше в следующую. То есть, получается такая как цепочка исполнения. И вот такая вот одна строчка может нам позволить связать все функции вместе и в каком-то смысле сделать для себя, для нас самих, синтаксический сахар. На второй картинке снизу мы видим просто объект, да? То есть, в большинстве языков программирования объекта мы не можем создавать без классов. Но JavaScript уникальный. Мы здесь можем так сделать просто обычным литералом. И можем описать его структуру, методы. Собственно, вот мы и получаем объект первого класса. И что мало кто знает и тем более использует, это то, что из тех же функций мы можем возвращать классы, вот как на третьей картинке, на восьмой строчке. Либо же мы можем классы присваивать к переменным и манипулировать ими как обычными объектами. Еще одной интересной термином в метапрограммировании является гамма-иконичность. Это такое свойство языка, при котором его структура программы очень похожа на синтаксис. И, соответственно, программа, читая свой же исходный код, может понимать свое собственное состояние. Но если говорить более правильно, то и исходный код, и абстрактное синтаксическое дерево выглядят в языке программирования, ну, если не одинаково, то очень-очень похоже. Кстати, кто-то слышал о абстрактном синтаксическом дереве? Или нужно объяснить? Ну, я думаю, объясню. Мало кто вообще понимает, что это. Окей. Смотрите, когда наш код компилируется, он начинает интерпретироваться какой-то другой программой. В случае JavaScript это V8, в случае C++ это их компиляторы соответствующие. Они начинают с чего? Они открывают наш код как файл и начинают его читать и разделять на логические структуры. То есть они там читают и видят там, о, здесь объявилась переменная, так, она там константная, в этой переменную присвоили там то-то, то-то, то-то. И они строят такое огромное дерево, в котором описано абсолютно все, что есть в нашей программе, какие аргументы передаются и как далее. То есть они разбирают нашу программу на составные части и называют это все. Я потом уже после лекции добавлю ссылку в пост. Есть онлайн-инструмент, в котором можно вставить JavaScript код и посмотреть на то, какое синтактическое дерево генерируется. Вы увидите что-то наподобие JSON и достаточно читаемого для человека. То есть там будет именование, к примеру, там объявление функции, вы увидите там спаршено было имя, такие-то аргументы и так далее. Вот. И вот это абстрактное синтактическое дерево потом уже передается движку, он его начинает исполнять по своим собственным правилам и начинает вся вот эта магия происходить. И вот как раз к чему здесь гамма-иконичность. Есть такие языки. Например, здесь я привел пример Lisp, Common Lisp, в которых исходный код программы, вот как мы его сейчас видим, и его абстрактное синтактическое дерево, они практически идентичны. Ну, в данном случае здесь мы видим функцию факториала, достаточно простую, я думаю, каждый писал. И интересно то, что вот синтаксис записи действительно больше свойственен тому, как нашу программу уже начинает понимать компилятор. Вот. И, соответственно, мы приходим к тому, что иногда в метапрограммировании и, в принципе, зачастую код программы начинает быть как бы данными. То есть одна программа берет и анализирует исходный код другой программы. Как пример, в JavaScript мы пользуемся линтерами. К примеру, ESLint. У него есть интерпретатор OMS Prima, называется ли как-то так. Он умеет читать исходный код и генерировать вот это абстрактное синтактическое дерево, по которому он уже начинает вести свой анализ и понимает там, что вы там неправильно именовали переменную или же переменная не используется, ну и так далее. Ну и, наверное, более важные понятия, о которых мы сейчас поговорим, это интроспекция и рефлексия. Интроспекция — это возможность программы понимать типы и свойства каких-то объектов во время исполнения. Думаю, вы сталкивались с таким, когда мы пишем там object.keys и получаем, какие ключи у нас есть в объекте, то в этот самый момент мы делаем на самом деле интроспекцию. То есть мы начинаем, не зная ничего об объекте, получать его какую-то структуру. То есть мы там можем, допустим, получить entries, увидеть, что там есть такой ключ, такое значение у него. Мы можем, как на седьмой строчке, получить символы, которые есть в объекте. Ну, в этом нет их, но, в принципе, если бы они там были, мы бы получили те символы, которые там используются как ключи. Мы можем узнать тип каких-то данных, которые записаны в объект, как на девятой строчке. Или же вообще проверить, что объект является экземпляром какого-то класса. И вот на всех этих примерах мы производим интроспекцию. То есть мы изучаем наш объект физически, не видя его. То есть сейчас, конечно же, мы его видим, но, к примеру, если бы мы писали функцию, которая бы хотела что-то сделать, да, к примеру, из объекта убрать какие-то ненужные нам ключи. Ну, как пример, мы делаем функцию логирования, и в эту функцию приходит информация о пользователе, которая потом должна залогироваться. И понятное дело, что мы не хотим, чтобы в логи попали информации про его пароли, какие-то кредитные карточки и разные такие другие вещи. И мы бы могли написать функцию, которая бы получает ключи, смотрит, как они именованы. Если есть какие-то ключи вроде там passwords, card number и все остальное, то она автоматически из объекта либо убирает эти ключи, либо создает новый объект, в котором этих ключей нет. И другой важный термин в метапрограммировании – это рефлексия. Термин, который в себе включает интроспекцию, появляется более таким обширным. Это когда наша программа может не просто понимать типы и свойства, она может проводить глубокую интроспекцию, может модифицировать структуру данных и вообще менять поведение самой себя на более высоком уровне. Сейчас тоже покажу пример. Ну и вот второе здесь обозначение – это как свойства, манипулировать значениями, методами информацией, свойствами и функциями объектов во время исполнения. Какой пример? Мы можем обращаться к объекту и делать вычисление ключей. То есть, да, вот с таким синтаксистом квадратные скобки и туда размещая какое-то выражение, мы можем сгенерировать ключ и у объекта, к примеру, присвоить какое-то свойство, прочитать его. Мы можем вообще вызвать eval, то есть исполнить какой-то код, переданный как строчка. Никогда так не делайте. Максимум, что можно действительно сделать, это в Node.js есть виртуальная машина, которую можно запустить, создать контролируемую песочницу, ограничить функционал, который доступен для скрипта, и уже там исполнять какой-то код, который нам либо пришел, либо мы его где-то прочитали. Тем самым мы обезопасим себя от того, что код, который мы откуда-то получили, не сломает нас самих и не навредит системе. Еще одним из интересных вещей является на пятой строчке у функции какой-то вызвать свойство length, и мы получим количество аргументов, которые эта функция принимает. как, например, мы можем написать, опять-таки, какую-то нашу функцию, которая принимает с себя функцию и анализирует ее. Допустим, если она принимает два аргумента, то мы предполагаем, что мы вызываем функцию, к примеру, синхронно, и не ожидаем, что она там вызовет какой-то callback. Но если она принимает три аргумента, то мы, допустим, передадим ей callback и будем ожидать, что она его вызовет. Это как пример. И вот как раз вот эта вещь умеет делать интерспекцию функции во время рантайма. Мы можем понять, какая нам функция пришла. Если еще пойти глубже, то у функции есть метод toString. И во время рантайма мы можем получить исходный код функции, вот как его написал программист. Без всяких там, допустим, использования read файл и всего остального. Просто функцию вызываем toString, и мы получаем ее исходный код. Причем я видел, что в последних версиях ноды и V8 уже даже с комментариями начала... То есть V8 начала отдавать исходный код. И, к примеру, такой код мы потом можем отдать либо тому же какому-то интерпретатору, который построит абстрактное синтексическое дерево, и мы там что-то начнем с этим делать. либо же мы можем сами написать какие-то регулярные выражения и, допустим, проанализировать, какие аргументы передавались в функции, как они назывались. И от того, что мы там увидим, мы будем принимать решение, что мы передаем ей и так далее. могут быть еще примеры, когда, ну, например, мы имеем здесь синтаксис спред-оператора, то есть у нас есть какой-то массив значений, мы потом хотим вызвать функцию и ей эти значения передать как будто бы через запятую. В данном случае под капотом тоже происходит рефлексия. И вот эти все значения превращаются в вызов функции. Потому что раньше до того, как у нас был спред-оператор нам бы пришлось написать там massmax.apply, написать null, передать эти все аргументы. Это был более длинный синтаксис. А теперь это все вот так вот просто и красиво синтаксически выполнено. Могут быть еще примеры, когда мы делаем object assign, то есть сюда мы передаем какой-то target, целевой объект, в который мы хотим дописать другие объекты. И тем самым как бы соединить их вместе. То есть у нас был пустой объект, а в него соединились вот эти два. И получился один целый объект. Есть и другие примеры. К примеру, достаточно интересная вещь, так как object create null позволяет нам создать абсолютно чистый объект, у которого нету прототипа, в том числе и прототипа от объекта. То есть у него не будет, нету string, ни всех других вещей, которые в принципе есть у каждого объекта, которые мы объявляем как обычным литералом фигурные скобки. А память он сколько занимает? Вот будет ли это меньше? Я могу создавать таких объектов, как хранилище, без вот этих всех ссылок? Здесь вообще для чего в принципе это может понадобиться? Ты правильно сказал то, что мы можем, например, сделать из этого хранилища. То есть, к примеру, мы понимаем, что этот объект не будет сериализироваться. И зачем тогда нам нужно, чтобы там были методы toString, toJSON, toValue и все остальное. То есть для нас это просто должно быть каким-то хранилищем. Соответственно, мы тогда можем создать вот такой вот pure объект, в который мы там будем записывать нужные нам свойства и методы. И нигде больше, кроме как для хранилища, он использоваться не будет. Отличие будет только одно, то что у него не будет ссылки на прототип. И, соответственно, все функции, которые могут идти по цепочке прототипов, они не будут выходить выше. Но вообще, на самом деле, вот эта вещь служит для того, чтобы делать прототипное наследование. То есть мы сюда, ну, как бы если мы передаем null, то мы говорим, что мы не хотим, чтобы у нас был прототип. Но мы можем сюда передать, допустим, какой-то другой объект и сделать объект, у которого кто-то другой будет прототипом. По памяти, на самом деле я сомневаюсь, что это очень сильно повлияет на память, потому что фактически прототип это ссылка. То есть ссылка есть, ссылки нет. Не, но это же 4 бита, как и никак. Ну да, да. Вот. Ну вообще, на самом деле, если там, к примеру, применять такие вещи и думать о какой-то производительности и так далее, то, мне кажется, лучше это в JS есть map, vicmap. Если мы хотим быстро получать доступ к чему-то, то я бы, наверное, использовал те вещи. Или типизированные массивы еще. Да, но там уже немножко другая сфера применения. Там мы выделяем память, к которой мы хотим получать доступ, и мы как бы выделяем такую голую память из кучи, да, под себя для каких-то вещей. но это будет, да, действительно, очень быстро. Ну и, да, есть в JavaScript то, что тоже мало кто изучает и до этого доходит. Это встроенная рефлексия, которую потихоньку расширяют, дополняют. И, ну, я там посмотрел в будущих версиях JavaScript, это будет очень сильно дополняться. Собственно, Reflect API позволяет нам получать какие-то функционал JavaScript в виде вызова функций. К примеру, мы там привыкли, что, чтобы сконструировать объект класса, мы пишем new person передаем туда аргументы. Ну, а вот есть вот такой пример, когда мы можем сконструировать объект класса person в виде функции и передать аргументы в виде массива. Есть Reflect OpenKeys. Это очень похожая на вещь, как вот мы тут видели ObjectKeys. Единственным отличием является то, что OpenKeys соединяет в себе вместе Object Get Own Property Names и Get Own Property Symbols. То есть, это вместе объединено. И еще, как отличие, OwnKeys не будет идти по цепочке прототипов. То есть, он будет только смотреть то, что мы конкретно дописали в объект. там еще очень много всего. К примеру, Reflect Has. Вот эта строчка будет идентична тому, если мы напишем K PlayInObject. Есть такой оператор. Это абсолютно аналогичная вещь, но выполнена в таком функциональном стиле. Еще, как пример, у нас есть символы. Тоже редко используемые, но иногда очень нужные. К примеру, вот здесь я привел некоторые примеры общеизвестных символов, встроенных в язык. К примеру, вот символ ToPrimitive позволяет нам в нашем объекте сделать метод, который принимает в себя один единственный параметр, это как hint, то есть, к чему нужно нам привестись, допустим, к числу, к строке, еще к чему-то. И когда наш объект будет использоваться в каких-то выражениях, к примеру, там, объект плюс строка, или там объект плюс число, или мы просто перед объектом поставим знак плюс А, то JavaScript будет вызывать наш метод, будет нам говорить, что от нас хочет, ну, он хочет, к чему нам нужно привестись, и тем самым мы сможем, допустим, наш объект, чтобы он симулировал какую-то другую работу, то есть, к примеру, мы там какой-нибудь big number пишем, да, например, вот, мы могли эту штуку использовать для того, чтобы этот number мог работать и с другими примитивными объектами в языке. Какие у нас есть преимущества у метапрограммирования? Наверное, самое такое объективное, но не всегда это так, это то, что размер нашего кода будет уменьшаться, то есть, раньше у нас было все императивно, мы там все даже используя какие-то константы, вынося какие-то вещи в аргументы функции, все равно у нас функция была достаточно длинной и вообще замкнутой на какую-то строгую бизнес-логику. Сейчас мы тоже это посмотрим. Когда мы применим техники метапрограммирования, функция станет более универсальной, она, вероятнее всего, уменьшится, но при этом всем может возрасти степень ее недопонимания, то есть, ее будет немного сложнее понять, чем если бы она была написана в императивном стиле. Что гарантированно всегда будет, это читаемость кода увеличится, то есть, его уровень абстракции поднимется выше и, как в четвертом пункте сказано, она станет очень такой гибкой, то есть, будет подстраиваться под то состояние, которое ей скажут. Иногда, но не всегда у нас может быть ускорение работы кода, ну и сейчас в дизадвантичах мы поговорим, почему может и не быть ускорение. соответственно, если мы используем метапрограммирование, как мы и говорили, что мы решим проблемы интеграции, то есть, наш код будет более гибким к изменениям интерфейсов и тех состояний, которые им передаются, то, что называется мета-информацией. Вообще, в принципе, разработка станет более интересной, потому что программировать на метапрограммировании сложнее, но при этом намного интереснее, потому что первое, с чего вы вообще будете начинать, это разработать вот этот вот синтаксис структуры данных, понять, как все будет взаимодействовать, заложить гибкость эту всю в код и, соответственно, потом это все написать. Ну и, наверное, самым лучшим из этого всего будет поддерживаемость. Тоже сейчас на примерах я покажу, насколько все динамично меняется. Как недостатки я бы выделил то, что особенно для новичков код может стать менее понятным, но тем не менее все равно если писать код используя техники метапрограммирования, можно его все так же оставить понятным, но действительно он будет более абстрактным. Его будет тяжелее понять только потому, что будет намного больше возможностей для этой функции выполнять какие-то вещи. При этом мы не будем нарушать вот этот single responsibility принцип. Что точно может произойти, так это то, что дебажить и тестировать будет сложнее. Сами понимаете, если у нас есть много случаев, которые мы можем обработать, соответственно, если мы где-то что-то не учли, то вот этот неучтенный случай будет тяжелее отловить и нам нужно будет больше тестов, чтобы хорошо протестировать нашу функцию. в случае со скоростью V8 вообще кто-то тоже там интересовался, когда принимает решение как раз тоже тут метапрограммирование, он тоже смотрит на наш код, как он исполняется и тоже как-то сам себя меняет. Он смотрит, как наш код исполняется и видит, что от выполнения к выполнению поведение меняется, где-то что-то вызывалось, какая-то строчка кодов функции, где-то она не вызывается, и он может ошибочно принять решение или даже правильное решение, не оптимизировать или наоборот даже деоптимизировать вашу функцию, потому что ему будет тяжело понять логику его работы. Но это очень редкие случаи. Если мы применяем метапрограммирование к простым вещам, вроде композиции функций, мы делали reduce, то он может оптимизацию сделать, в которой он развернет этот цикл и сможет допустим довольно типичная оптимизация это шагать не по каждому вызову, а допустим сделать по два вызова подряд, если он увидит, что это возможно. Ну и давайте перейдем к примерам. В JavaScript есть тоже достаточно новая API — API проксирование. это такой объект доступный из коробки, который позволяет создавать обертку над функцией и позволяет нам перехватывать какие-то события. Вот здесь в примере я показал, что мы можем иметь объект, к примеру, это какой-то человек, и у него есть свойства его возраст. Мы можем этот объект обернуть в прокси и ему передать определенные понятия JavaScript называется trap, типа как ловушки, которые будут срабатывать при определенных вещах. Если ловушки нет, прокси передает исполнение основному объекту. Но если есть какая-то ловушка, к примеру, как мы сделали ловушку на установление параметра, то есть если у объекта меняется какой-то параметр, то срабатывает ловушка, и мы в ней можем посмотреть, к примеру, если меняем property age, то мы хотим сделать какую-то валидацию, проверить, что присваивается число, что это число не выходит за какие-то границы, и вот такой вещью, мы можем написать валидацию, причем если это делается внутри наших функций или библиотек, которые мы пишем, то для программиста, который использует это все, ничего не меняется, он никаких валидаций не видит, но тем не менее они есть. Там есть еще много других различных ловушек, кому интересно, потом в презентации здесь вот есть много разных ссылок, и есть очень интересная статья у блога V8 по поводу того, как они оптимизировали прокси, потому что когда только прокси появился, была большая проблема, использование прокси замедлило код в 5-6 раз, и это было достаточно критично, они пригласили себе в компанию человека специального, который 4 месяца сидел и каждый день оптимизировал, чтобы прокси работали быстрее. Я не проверял честно еще какое состояние сейчас, но знаю то, что они добились вполне неплохих результатов еще тогда на самом начале. И понятное дело, что над этим всем работают они дальше, как с теми же асинк авейтами, с каждой последующей итерацией и выпуском V8 дела будут становиться все лучше. Давайте еще посмотрим код. К примеру, мы хотим написать какую-то интересную функцию такую, как вот Smart File Read, которая читает файл, и если она его успешно прочитала, не возникло никакой ошибки, то мы можем сделать такую вещь, как написать вот такой цикл, удобно читаемый для человека, то есть пока есть непрочитанные строчки в файле, то обращаясь к строчке файла, мы ее получаем, и таким образом мы можем, к примеру, вывести все строчки или как-то их обработать. Как пример реализации скажу, это непрактично абсолютно, имеется в виду конкретно эта реализация. Почему? Потому что здесь идет чтение файла напрямую в память, то есть мы прочитали сразу все, а потом уже начинаем эти строчки отдавать, то есть если мы так будем читать какой-то огромный файл, ну нашей программе будет тяжеловато. Но при этом всем, для того, чтобы упростить пример, я привел такой пример. Что здесь происходит? в принципе все достаточно типично, то есть из Node.js мы берем read файл, открываем тот файл, который нам сказали в кодировке UTF-8, и потом начинаем смотреть, что там разделили линии по окончаниям, которые свойственны для нашей системы, а потом уже в код, который наш какой-то программист передал, мы отдаем так, стоп, мы передаем объект, в котором есть вот та самая переменная unreadlines и есть получение линии, да, есть у нас прекрасная возможность в JavaScript делать getter и setter, вот, для того, чтобы перехватывать тоже события, и мы можем как раз сделать, что до тех пор, пока вот мы здесь видим линии, мы их будем возвращать, но если у нас уже линии исчерпались, мы просто удалим непрочитанные линии, и, соответственно, вот этот цикл дальше пойти не сможет. Вот такой вот пример. Что-то более практичное, это, к примеру, у нас в приложении есть логика для фильтрации, то есть мы передаем вот сюда какой-то массив имен, вот, и у нас есть какая-то сложная логика, по которой мы отбрасываем имена, которые не подходят, или там еще какую-то информацию вот таким образом вырубаем, и у нас может вот эта бизнес-логика быть очень сложной, ее будет, как видите, достаточно тяжело считать, понять вообще, а что у нас останется в итоге от этого всего. Ну и просто давайте представим себе, что мы бы хотели намного проще это все описывать, да, и хотели бы, чтобы у нас была какая-то такая классная суперская функция, которая бы приняла в себя вот эти вот мета-информацию о том, как нужно обработать, сделать фильтрацию, и она намного читаемее становится, то есть, да, там длина должна быть от 10 до 200 символов, должна содержать в себе вот эту подстроку, начинаться, заканчиваться, не быть такой-то, это, согласитесь, читать намного легче, чем вот то, что здесь есть. Плюс, если вдруг у нас меняются правила, то здесь мы дописали одну строчку, а здесь нам нужно было бы найти, в каком месте это все сделать надо, и, конечно, да, тоже бы это, скорее всего, была одна строчка, но нам бы это было поддерживать намного сложнее. Как реализация, вот есть такой пример, то есть, раньше у нас была вот эта функция фильтр, вы помните, в ней там было вот куча этих всех условий, мы сейчас вынесли на более абстрактный уровень. У нас появились операции, которые мы поддерживаем, и у нас появилась функция, которая делает проверку, то есть, она идет по всем тем свойствам, которые мы там в прошлый раз передали, то есть, она начинает это все перебирать, и, соответственно, для каждого из этих свойств будет вызывать операцию. Для упрощения здесь я не добавлял валидацию, то есть, к примеру, вдруг у нас операции нету, тогда это все сломается, но если вы будете такую вещь у себя в проектах делать, то имейте в виду, что дополнительные валидации вам здесь не помешают. А между операциями и или или операция? То есть, у тебя операция и другая операция и другая операция или операция или другая операция или другая операция. Ну, вот как у нас там был пример здесь, у нас везде было и. Но, в принципе, таким же самым способом мы можем сделать и или. То есть, мы бы могли создать операции, допустим, вот как у нас здесь были кондишены, мы бы могли сделать там свойство and, в нем описать все, что должно быть через «и», сделать «или». Это все вообще можно было бы вложить и сделать вообще такой своеобразный декларативный стиль для себя, по которому мы будем описывать логику работы. Почему нет? Вот такая вот интересная вещь. Наш код, соответственно, становится абстрактным. То есть, если нам что-то нужно поменять, мы просто дописываем что-то сюда и все. Нам не нужно понимать, что там внутри у нас происходило. Все становится намного более просто и читабельнее. Еще, как пример, иногда нам нужно работать со временем. Да, конечно же, мы там используем различные библиотеки вроде Momento, которые делают это все за нас. Ну, к примеру, там у нас стоит задача написать какой-то свой синтаксис, да. То есть, вот здесь мы как бы его придумали для себя. Мы хотим наше время обозначать вот таким вот способом. И там сели, мы написали вот такую вот вещь, которая, ну, тут делать какие-то простые валидации. И потом, собственно, применяется регулярные выражения для того, чтобы распарсить все, что у нас есть, получить это. И потом мы начинаем это все вместе складывать и все остальное. Ну, и представьте, что были у нас тут, допустим, да, дни, часы, минуты, секунды. Мы захотели добавить в это все, допустим, недели, года. Вот, у нас здесь начинают появляться новые константы. У нас функция начинает еще больше расти, и все это не сильно хорошо. А вдруг мы там еще захотели потом поддержку сделать, чтобы можно было вообще писать, допустим, там, миллисекунды, то есть без циферки. Ну, все, в общем, мы приехали. Намного лучше, как мне кажется, было бы сделать что-то подобное. Во-первых, мы избавимся от регулярных выражений. Вот, потому что, ну, здесь достаточно все просто, да, то есть мы для себя придумали в синтаксе, что число, потом спецификатор, типа, что это число значит, вот, пробел и так далее, да. Мы бы могли по этому всему способу разделить, допустим, всю нашу строку на части, каждую часть понять, что это все такое. Опять-таки, тут валидации нету, их желательно сделать. И потом у нас есть такая прекрасная вещь, мы все вот эти юниты вынесли вверх и сказали, что там дни в секундах столько-то, часы столько-то и так далее. Вот, и потом, когда мы это все складывали вместе, у нас та же самая функция, которая была раньше, но она стала более абстрактной. В том смысле, что, к примеру, если нам нужно будет ее расширить, что мы сделаем? Мы не будем лезть внутрь этой функции. Мы вот здесь сверху допишем, допустим, не знаю, week и добавим то количество секунд, сколько у нас в неделе. И все. Вот мы расширили функцию, она стала понимать теперь новый синдексис. Вот. Можно пойти, конечно, там еще дальше и поднимать уровень абстракции еще выше, но это уже специфично к вашим бизнес-задачам. Так. Как еще тоже вот идеи какие-нибудь на то, где можно применять метапрограммирование и что оно может делать? Давайте себе представим то, что у нас есть какая-то вот такая функция, которая генерирует источники данных. Причем мы там сделали для себя в системе, что источники данных могут быть там по протоколу HTTP, да, могут быть там по WebSocket, там, могут быть вообще напрямую с базой данных, да. И мы хотим сделать так, чтобы функционал, который мы вот здесь вот внизу опишем, подстраивался под тот источник данных, который мы выбрали. И, соответственно, код, который мы напишем, можно было бы, к примеру, использовать и на клиенте, и на сервере, и в других любых системах, абсолютно не меняя его. Потому что, ну что, мы здесь видим, что мы хотим получить, допустим, там, какую-то сущность, прочитав ее по ID, по этой сущности что-то поменять и потом заапдейтить, да. Вот, то есть, та же самая вещь мы же можем сделать это в случае как с базой данных, вот, мы можем проинструктировать наше API, что мы хотим это сделать. И, ну, действительно, было бы очень удобно для нас, если и на клиенте, и на сервере, и везде мы бы пользовались одним и тем же синтаксисом, и описывали бы все вот настолько просто. Вопросы есть какие-то? Нет. Вот, и, соответственно, здесь мы передаем ту самую метаинформацию, то есть, как мы должны понимать все это. То есть, для каждого определенного дата-сорса мы бы сделали описание, да, откуда что получать. И потом, если мы заменим дата-сорс, к примеру, здесь будет db-дата-сорс, да, то для всех этих create-read-update мы, допустим, передадим соответствующие функции библиотеки, и все точно так же будет работать. И нам не нужно будет абсолютно менять вот этот код. Он становится абстрактным, переиспользуемым, и я считаю, это очень хорошо. Еще, как пример, у нас может быть роутинг на стороне сервера, то есть, ну, здесь сырой Node.js сервер используется, да, с HTTP протоколом. Опять-таки, давайте понимать это просто как идею и пример. Мы бы могли описывать роутинг в очень простом виде, да, вот, допустим, таким образом, да, там, мы здесь вообще могли бы получать не request-response, который приходит отсюда. Да, это могло бы быть вообще какая-то обертка, там, вроде клиента, в которой уже там есть распаршенная информация, много какой-то дополнительной логики. И вот так вот легко мы бы хотели описывать наши роуты. Вот, это, в принципе, абсолютно рабочий пример. Сервер, который будет отдавать все те вещи, которые от него требуются. И прекрасно то, что в случае такого сервера мы, во-первых, разделили всю нашу логику на слои, то есть, у нас есть слой обработки данных, у нас есть слой бизнес-логики, у нас есть слой работы с нетворкинга, да. И когда нам нужно, допустим, поменять бизнес-логику, мы не лезем никуда ниже в более низкие слои, а мы вот здесь вот на высоковровневом слое что-то меняем. Это просто как идея. Где вообще в реальности это все метапрограммирование применилось довольно хорошо? Ну, там, если мы вспомним более ранние примеры, которые я показывал с вот этими кондишенами, это очень сильно похоже на тот же GraphQL, да. То есть, есть какой-то синтаксис, который из-за нас придумали, и мы им описываем, что мы хотим получить, как мы хотим это получить. Вот такие вот вещи, как были здесь, да, когда у нас есть какая-то функция, и мы просто говорим, к чему она относится. Это что-то наподобие сервер-леса, да, то есть вся абсолютно вот эта вот логика нетворкинга и обработки, она вся скрыта от нас, а все, что нам действительно нужно от нас, это дать бизнес-логику и все, да. То есть, это хорошие примеры, когда метапрограммирование действительно нам очень сильно помогает и решает все те проблемы, о которых мы с вами начинали говорить. Я очень был рад сегодня вам это все рассказать. Спасибо вам большое. И если есть вопросы, то буду рад на них ответить. Так, там все живы. Вопросов. У меня есть такой небольшой вопрос. Да. Вопросы, так как наблюдение. Не знаю, мне почему-то оказалось, это как, ну не знаю, просто конфигурированный скрипт. Я где-то как-то теряю немного, знаешь, эту границу вот между программированием, метапрограммированием и просто типа, ну вот конфиг для скрипта. Ну да, метапрограммирование, кстати, это я сразу вспоминаю Ruby, там где ты прям под программу пишешь строкой, как шаблон, а оно потом интерпретируется, спавляет новый воркер на основе этой программы, которую ты написал. Как у нас есть темплей страники, подставляешь свое, и как бы это уже интерпретируется отдельно. Да, но тоже я об этом говорил, что это, допустим, вещи, которые происходят на уровне компиляции. К примеру, вот как в сях есть макросы, да, то есть мы объявили их, там написали какой-то код, и потом, когда будет все компилироваться, этот код, он во все нужные места, где мы использовали макрос, подставится. Да, то есть те же шаблоны будут работать все точно таким же самым образом. В Java есть генерики, да, то есть на уровне рантайма мы играемся со всеми этими типами. По поводу вот вопроса насчет всей разницы, да, конфигурация и метапрограммирование. Конфигурация все-таки это более специфичная вещь, то есть мы просто проинструктировали нашу программу о скопе, да, то есть мы сказали там, какой порт у нас будет, мы сказали, что там ключи для доступа к системам лежат там-то, что, допустим, логи писать нужно сюда. То есть ее фундаментальная логика, если мы используем обычные конфигурационные скрипты, не поменялась. Она просто только получила аргументы для того, чтобы понять, с чем ей нужно работать. Метапрограммирование чуть более высокая вещь. Она может использовать конфигурации, но отличием будет именно то, что логика работы программы фундаментально будет меняться. То есть от того, что она получит в себя какую-то метаинформацию, может в корне измениться ее поведение. Я тут, к сожалению, не привел пример. Есть, допустим, такие системы, в которых все вообще завязано на метапрограммировании. И, к примеру, когда мы только стартуем систему, они друг о друге абсолютно ничего не знают. Ну, к примеру, там, да, микросервисная архитектура. И потом каждый микросервис начинает друг другу рассказывать о том, что он умеет делать. То есть у меня там есть такая-то функция, она делает такие-то вещи, она может каждый микросервис друг другу рассказать, к примеру, какие параметры он принимает. И другие системы, приймя эту метаинформацию, адаптируются в рантайме под эти микросервисы и будут знать, какие методы можно отправлять, какие нельзя, как нужно вести обработку информации, к чему приводить. Вот, то есть в время исполнения вся работа системы адаптируется и совмещается друг с другом. Я понял, спасибо. Еще есть вопросы? Вообще любые. Возможно, у вас есть какие-то практические вещи, где бы вы сейчас поняли, что, возможно, подойдет метапрограммирование, но вы сомневаетесь. Или же, возможно, что-то было непонятно, причем, не знаю, там, исказанного, или же у вас появилась какая-то идея. Ну, тогда всем большое спасибо. Спасибо. Спасибо.